Время настало, и вот они мы, вот они мы, ваши крошки. Добрый вечер. Чё напряглись-то? Крошки да крошки. Нифига себе вас тут в тепле всех размотало! А вы кто такие? Мы, мы 80% населения Украины. Слышишь, ты, красавец, а что тут все скалятся, танцуют, улыбаются? Мы Новый год празднуем. Обана! Отхлёбана! Слышишь, хочешь, я тебе сейчас очередного Гагарина покажу? Ну давай. Какого ещё Гагарина? Не обращайте внимания, занимайтесь своими вещами. Итак, поехали! О, вот Гагарин! Как обычно, 31 декабря в городе Днепропетровске повышается криминогенная обстановка в городе. Вы что-то хотели? Я хочу работать у вас в мусарне. В милиции. В мусарне. Ну хорошо, и чем вы тут будете заниматься? Я хочу ходить с волыной и шмалять людей. Вообще-то милиция не этим занимается. А я буду этим заниматься. Стоп, вы что, пьяны, что ли? Ну а как я, по-твоему, в обезьянник попал? Кто на Новый год? Ну а кто? Анекдот! Сядь, пожалуйста. Отвали! Позвал, значит, как-то царь русского, немца и поляка. Ну сядь, прошу. Заткнись. И говорит, принеси свой самый любимый цветок. Русский принес ромашку. Ну хватит уже сядь. Э, лысый, а ну дай сюда баян. Какой баян? Успокойся, тихо. Фигня, Непоминки. Представьте, пожалуйста. Представьте, пожалуйста, что сейчас вы увидите новогодний выпуск новостей. Ну, в принципе, как по традиции. Плохой электрик знает всех архангелов в лицо. Плохой электрик знает всех архангелов в лицо. Мальчик с очень густыми бровями видит только при встречном ветре. Амурский участковый дал два предупредительных воздуха и лишь потом достал пистолет. Хомяк Володя родился, прожил и умер в кабинете биологии. Вот что значит урок на всю жизнь. На все воля Божья. Дьякон Анатолий прогонял всю зиму на лысой резине. Мальчик с очень маленькой головой может смотреть в подзорную трубу сразу двумя глазами. Умер директор кинотеатра. Похороны пройдут 24 января в 12.10, 13.10 и 14.10. Мальчика, которого катали на велосипедной раме, попа делится еще и поперек. Дворник поцарапал во дворе припаркованный Феррари, но сильно не расстроился, а тихо повеселился. Пьяный мужик, замахнувшийся на Федора Емельяненко, через секунду уже трезвый жал руку апостолу Петру. Николай Валуев в детстве поджигал пагет, звонил в дверь и не убегал. Мальчика с очень высокими бровями очень сложно чем-то удивить. Пресс в номинации «Самый несамостоятельный человек» забрала мама победителя. Участник битвы экстрасенсов застрял в лифте и полдня не мог вызвать лифтера, потому что приходил то Сталин, то Ленин. Волк с очень-очень хорошим зрением воет на Плутон. И такое бывает. Очень сильный пары ветра чуть не сломал шею лопоухой девочки. С вами был выпуск новостей. До свидания. Представьте, что случайно в Новый год муж с женой поменялись местами. Оля, привет. Ну что, какую берем? Эту или эту? Бери эту. Как я ее возьму? Ты что, не видишь, что она летняя? Ну, значит, что? Значит, берем вот эту. Я все понял. Тебе абсолютно все равно, на чем я езжу. Ну, понеслась. Нет, Бодичка, мне не все равно, на чем ты ездишь. Да? Тогда какого цвета моя машина? Серого. Мокрый, асфальт! Ну, извини. Все понятно. Я как дурак целыми днями зарабатываю эти деньги, а ты даже не можешь сходить со мной в магазин. Бодичка, вообще-то в нашей семье деньги зарабатываю я. Ты такая мелочная, а? Так, ты куда смотришь? Никуда. Все понятно, прощай. Ты даже не пойдешь за мной, да? А завершить наше приветствие хотелось бы словами самого главного философа всей моей жизни, моей мамы. Девке 28 лет, а она все хихи да ха-ха. Команда КВМ отцвела черемуха родная. Танцуй, танцуй, пока молодая, танцуй, пока молодая. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok